Всем привет дорогие друзья, с вами канал Игрополка, меня зовут Антон, это моя новая помощница, ее зовут Элизабет И сегодня мы с вами поговорим о правилах настольной игры, которая называется маленький мир Забегая вперед, скажу, что это действительно интересный и красивый маленький мир Ну а начнем мы с того, что быстренько пробежимся по содержимому коробочки Ну во-первых, это конечно же правило Дальше вы найдете 6 достаточно больших памяток, где у нас описан порядок хода игрока А также особенности раз и их способности На самом деле памятка такая большая не из-за прихоти издателя Просто раз у нас много, способностей у нас много И чтобы вам было комфортно их читать, пришлось сделать достаточно на большую памятку Обратите внимание, что внутри коробочки у нас по умолчанию включен органайзер Очень-очень удобно и большой, я бы даже сказал, огромный плюс игре Потому что компонентов у нее много, есть монетки, заглавные жетоны рас, способности, всевозможные жетоны крепостей, горы, кубик И отдельно у нас целая куча жетончиков наших народов Они у нас живут в еще меньшем мини-органайзере Это сделано для того, чтобы удобно размещать рядом с игровым полем, чтобы их брать В общем, за исполнение игре большой плюс Ну и самое главное, это у нас есть две карты Здесь на каждое количество игроков В игру у нас может играть от двух до пяти человек На каждое количество игроков есть своя игровая карта Которая сбалансирована именно под данное количество игроков Двое у нас играют на таком игровом поле Трое у нас на обратной стороне маленького игрового поля Если у вас четверо, вы уже переходите на большое игровое поле Ну а если пятеро, то переходите на обратную сторону данного поля Одним словом, очень все сделано хорошо И хочу отдельно отметить, это внешний вид Очень все красиво, действительно, как будто вы попали в какой-то другой сказочный маленький мир Для примера игры мы возьмем карту поменьше Перед самой игрой заглавные жетоны раз у нас перемешиваются И пять из них выкладываются лицевой стороной вверх Где-нибудь в зоне досягаемости каждого из игроков Оставшиеся жетоны мы выкладываем снизу И таким образом у нас в начале игры открыто шесть раз Жетоны способности мы также перемешиваем И выкладываем по одной способности каждой расе Таким образом, каждая раса у нас получает случайную способность Обратите внимание, что они прекрасно соединяются друг с другом Оставшиеся жетоны мы выставляем снизу Где у нас и расположены оставшиеся расы Получается, как я уже говорил, у нас в начале игры открыто шесть раз И каждая обладает своей уникальной способностью А то, что способности распределяются у нас случайным образом Добавляет еще больше разнообразия И так в немалое количество Раз Дальше Каждый игрок у нас получает по пять монет Сами жетончики народов мы выкладываем день неподалеку Непосредственно на игровое поле Мы размещаем забытые народы Те места, где у нас есть такие вот беленькие квадратики То есть по одному жетончику Каждый квадратик Мы, скажем так, нашли, открыли этот маленький мир Все места там нет, поэтому будем за него бороться Но этот маленький мир у нас населен Забытой расой Которую не составится труда у нас выгнать И мы должны на каждое изображение гор Положить вот такому жетону гор Одну минуту В принципе, это вся подготовка к игре Выложили расы Выдали по пять монет Разместили горы, разместили забытые народы Можно начинать играть Цель игры это заработать как можно больше монет Чем ваши соперники Тот, кто в конце игры будет обладать большим количеством золота И объявляется победителем Сама игра у нас не бесконечна И длится определенное количество раундов Раунды у нас написаны сбоку поля То есть при игре втроем Мы будем с вами играть 10 раундов Раунды у нас отмечаются вот такой вот короной Ставим корону на цифру 1 Значит у нас сейчас идет первый раунд Ход игрока у нас происходит всего в две фазы Это захват территорий И вторая фаза получения монет за захваченные территории Однако на начало игры захватывать нам пока еще нечем Поэтому в первый раунд ход игрока состоит из трех фаз И первая фаза это выбор народов Я постараюсь в процессе объяснения правил Затрагивать также, скажем так, особенности игры Отмечать ее положительные или отрицательные стороны Так, начнем же с вами с народов От того, какой народ вы выберете И будет отличаться ваш стиль игры Потому что некоторые расы у нас, допустим, более агрессивны Некоторые, наоборот, больше сосредоточены на защите То есть стратегия в игре не ограничивается просто выкладыванием фишек И, скажем так, вашим планированием От того, где вы их будете выкладывать и как Также здесь многое зависит от того, кого вы выберете Помимо того, что каждая раса обладает своей способностью Что вносит определенное разнообразие в саму игру И в стратегию игры, в ее тактику Также каждая раса у нас получает случайную способность И данные способности также играют на вашу тактику Допустим, лесные Они получают дополнительные монеты За то, что ваши народы находятся в лесах Это направлено стратегией на обогащение Но есть и другие моменты Допустим, как героические Вы можете блокировать захват некоторых территорий И таким образом играть на защите В общем, глубина в игре имеется Вернемся же к нашему первому ходу Вам необходимо выбрать сначала народ У нас есть 6 открытых рас Вы смотрите, какие вам больше нравятся И выбираете себе нужную Если вы берете первую расу То вы просто ее забираете За каждую последующую вы должны заплатить по одной монете Допустим, если вас интересуют тритоны То вы кладете одну монету на орков И забираете тритонов Если вам же нужна раса еще ниже То вы будете класть по одной монете Допустим за волшебников вам придется положить по одной монете На каждую предыдущую расу Берем с вами волшебников Данное место мы заполняем Двигаем данную расу дальше И выкладываем новую И таким образом в игре у нас снова 6 рас Игрок получает у нас то количество жетонов своей расы Которая образует сумму у нас из вот этих вот двух цифр По углам То есть цифра на непосредственно самом знамени расы И цифра на способности 5 и 5 у нас 10 Мы берем еще наших волшебников Вот они у нас И получаем 10 жетонов нашего народа Но вы должны понимать что количество жетонов у нас ограничено Допустим больше чем есть данных жетонов я взять не могу Давайте возьмем 6, 8, 10 Всего волшебников 10 То есть если бы в сумме было бы 11 я бы все равно взял бы 10 жетонов Однако здесь могло быть у нас меньше Допустим если бы это были стойкие волшебники То я бы взял всего 9 жетончиков Все первая фаза у меня закончилась Я готов переходить к второй фазе Это захват территорий Первый свой захват можно начинать только с краю карты То есть мы прибыли в маленький мир И поэтому захватить мы можем только крайний регион На захват территории у нас тратится 2 жетона народов То есть я могу взять двух волшебников И захватить допустим вот этот крайний лес Если же территория занята у нас чем-либо Не важно чем Допустим это жетон забытых племен Или же это жетон другой расы Один или больше Если это гора Если это какой-то замок Если это не важно что Допустим чья-то крепость То я буду платить по одному жетону сверху За каждое препятствие То есть за захват территории с горой Мне нужно будет заплатить Два жетончика во-первых просто за территорию И один сверху за гору Если я хочу захватить данную местность Где есть у нас забытые племя То я заплачу два жетона за саму территорию И один сверху за забытые племя Соответственно если здесь будет находиться Допустим целая куча жетонов Чужих игроков Допустим 4 штуки То чтобы захватить вражескую территорию Я должен буду заплатить во-первых Два жетона за саму территорию И по одному за каждый жетон сверху То есть еще 4 штуки 6 штук в сумме Таким образом у нас происходит захват Два за территорию И по одному сверху за любое препятствие Каждый последующий захват у нас происходит Только смежных территорий То есть у меня еще остались жетоны Я могу продолжать захвачивать И я начинаю от территории Уже мною захваченной Я иду сюда Выкладываю 3 жетона волшебников И захватываю поля Забытые племя у нас выходят из игры Дальше у меня еще есть жетончики Я могу захватить данную территорию И у меня есть еще 3 жетона Я допустим могу захватить данную местность Два за территорию и один за гор Когда у меня жетончики закончились Дальше захвачивать я ничего не могу Соответственно начиная со второго и последующего раунда Захват территории будет идти только у нас В наших соседних регионах Рядом с теми которые уже нами захвачены Когда у меня кончились жетоны народов И дальше я производить захват не могу Я могу перераспределить свои силы Это переместить любое количество жетонов С одних регионов на другие Для чего это делается? Чтобы естественно усилить оборону Если мой противник будет подбираться с этой стороны Я могу перекинуть все жетоны на одну территорию Чтобы ему было сложнее захватить мою Последняя фаза хода игрока Это получение монет За каждую территорию Где есть хотя бы один жетон моего народа Я получаю по одной монете То есть в данном случае я получаю Четыре монеты в конце своего хода А я напомню что цель игры Это как раз заработать больше всех монет Ход переходит к следующему игроку И поскольку это первый раунд Он начинает с того что выбирает расу Допустим игрок берет у нас орков А это у нас лесные орки Он забирает их вместе с монетой Теперь монетка его Остальные расы мы смещаем И выкладываем новую Чтобы у нас снова их было Шесть Игрок получает у нас девять орков Потому что у него цифры пять и четыре Мы получаем девять орков И можно начинать захват территории Допустим он кладет два жетона сюда на поле Потом три жетона он кладет сюда И захватывает данную территорию Забытые племя у нас уходят из игры И он допустим решает захватить меня Но у меня здесь раз два тысяча пять Шесть жетонов волшебников И плюс две за территорию Итого в сумме ему должно быть восемь Он захватить их не может Потому что у него всего четыре жетона И он допустим продолжает дальше захват Он кладет три орка сюда Два за территорию Один за гору И у него остался один жетон Если на стадии захвата У вас остаются на руках жетоны Которых вам не хватает Чтобы захватить хотя бы одну территорию Допустим как в данном случае То вы можете попросить подкрепление И вам на помощь придет данный игральный кубик Он решает захватить мою территорию Ему нужно заплатить два жетона За территорию и один за моего волшебника То есть три жетона в сумме А у него всего один То вызывая подкрепление Мы бросаем игральный кубик И должно выпасть не менее В данном случае двух Мы бросаем кубик Выпадает ноль Значит захват не удался Оставшийся жетон Он кладет куда-нибудь По своему желанию Если бы выпало допустим два В сумме это три То для захвата хватает И он захватывает мою территорию Что происходит когда игроки Захватывают территорию друг друга Во-первых Вы должны отдать Если захватили вас Один свой жетон Вы убираете в коробочку Он выбывает из игры Остальные берете себе на руку То есть если бы захватили мы данную мою территорию То я бы пять жетонов забрал на руки А данный жетон вышел бы из игры Но поскольку у меня был всего один жетон на территории То естественно он просто выбывает Из игры Таким образом Меня притеснили Я теперь буду получать меньше прибыли Данный же игрок В конце своей фазы Ну допустим Перераспределяет своих орков таким образом Чтобы мне было сложнее захватить Линию его И он получает у нас четыре монеты Потому что у него под контролем четыре территории Игра целиком и полностью Строится на войне На захвате Территорий Маленького мира Для всех народов не хватит Может по первой Вы начнете с разных углов карты Но рано или поздно наступит ситуация Когда территория закончится И вам придется идти Друг на друга На войной Я напомню Что цель это набрать Как можно больше монет Монеты мы получаем За территорию Под нашим контролем И соответственно Чем больше мы захватим территорий Тем больше мы будем получать монет И тем больше шансов на выигрыш Собственно основные правила игры Я вам уже объяснил Остались только нюансы к ним Мы сейчас и перейдем Когда все игроки сделали свой ход Мы передвигаем счетчик раунда На следующее деление Наступает новый раунд Наступает наш ход Мы забираем все лишние жетоны Себе на руку Оставляем только по одному На каждой нашей территории С помощью данных жетонов Мы будем продолжать наш захват Однако если же мы хотим Мы можем и эти жетоны Забрать себе на руки Но тогда мы лишимся территории И соответственно будем получать меньше Монет Продолжаем наш захват Допустим 3 выкладываем сюда Я могу дальше продолжать захватывать Пустые территории Или же пойти войной на соседей 2 выкладываем сюда 1 здесь мне не хватает 1 стараемся захватить данную территорию Выпадает 3 Этого мне хватает чтобы захватить И все данная территория моя Перераспределяю свои ресурсы Вот таким образом Увеличиваю линию обороны И последняя фаза получаю монеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 монет Есть у игры еще одна тактика Умелое использование которой Может с легкостью вывести вас Из позиции аутсайдеров В лидеры Я говорю о приведении Своего народа В упадок В свой ход На начало фазы захвата Вы вместо того чтобы Осуществлять захват территории Можете привести свою расу В упадок Как это делается? Посмотрите Данный игрок потеснил меня Он захватил мои территории Сейчас начало моего хода Однако у меня совершенно нет Жетонов чтобы я Продолжал захватывать территории Конечно я могу забрать данные жетоны на руку Но тогда я уменьшу просто количество своих территорий И не факт что через пару ходов Я вообще не потеряю все свои жетончики Я решаю что дальше бороться мне как бы бессмысленно И привожу свою расу верховых волшебников в упадок Все лишние жетончики уходят из игры А те что находятся на территориях Обратите внимание что жетоны у нас с одной стороны полноцветные С другой они обесцвеченные Я оставляю на каждой территории по одному жетону И переворачиваю их Обесцвеченный жетон говорит о том что раса находится в упадке Способность я убираю И за главное знамя также переворачиваю Теперь я выбираю себе новую расу Допустим я беру тритонов Забираю знамя и способность на руки Эти все двигаем и открываем новый народ И теперь на начало моего следующего хода У меня уже будет на руках 11 жетонов тритонов И я смогу с новыми силами броситься в бой Я привел расу в упадок Фаза захвата автоматически закончилась Но фаза сбора монет все еще скажем так в силе И те территории где есть жетоны По прежнему будут приносить мне монеты Пусть раса и находится в упадке То есть 4 монеты в конце своего хода я все же получу Помимо голой стратегии по захвату территории Сама игра получает разнообразие За счет особенностей непосредственно самих народов И за счет случайных их способностей Допустим те же самые волшебники Они получают по одной дополнительной монете За каждую территорию где есть у нас волшебный источник То есть в начале игры Я на этом конечно внимание не акцентировал Но когда у меня волшебники были еще в полном рассвете сил Я в конце хода допустим в данной ситуации получал бы не 4 монеты А 6 потому что по одной я получал бы за способность волшебников То есть одно за данный магический источник А другое за данный И так в каждой расе Допустим тритоны у нас могут одно Но тролли у нас строят крепость увеличивая свою защиту Орки получают дополнительные монеты за захваченные территории И так далее То есть сама стратегия захвата территории У нас получает большое разнообразие За счет способностей и особенностей Тем кем вы играете Более того Поскольку у нас открыто 6 народов То вы можете почитать их особенности И выбрать именно то что вам наближе И то что вам будет интереснее Коротко хочу выделить два момента об игре Первое У нее легкие правила Их не сложно освоить И легко включиться в игровой процесс Однако это не значит что игра простая За счет особенностей народов И их способностей В игре присутствует многообразие стратегий Вы можете играть в разных стилях Или это агрессивный и быстрый захват территории Или же игра в обороне Найдется место и тому и другому Второе Это внешнее оформление Игра выглядит просто великолепно Она красиво нарисована И обладает своей атмосферой Когда сидишь за столом Чувствуешь что ты попал в какой-то другой маленький мир Который населен своими особенными народами Более подробно свое мнение Я выскажу в другом видео Ну а на сегодня Наш обзор подошел к концу Надеюсь он был для вас полезен Если так я очень рад Ну а на сегодня Всем спасибо за просмотр Всем счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok